Распространение коронавирусной инфекции внесло изменения во многие сферы жизни. Например, голова Большого ЗАТО Семен Кауров в этот раз на вопросы жителей отвечал посредством онлайн-видеоконференции. Задать вопрос мог любой желающий. Кристина Григориан подробнее. Свои коррективы в работу администрации Большого ЗАТО внес режим повышенной готовности в связи с распространением инфекции. Александровск, как и другие муниципалитеты области, вынужден переходить на дистанционный режим работы. Но это не значит, что придется отменять традиционные встречи с жителями. Лучше бы, если бы это была очная встреча. Я люблю, когда мы встречаемся. Действительно, когда смотришь людям в глаза, ты видишь их реакцию. Она не всегда, конечно, эта реакция положительная может быть. Но мне кажется, вот эти онлайн-встречи, они тоже будут достаточно продуктивными, интересными. Потому что многие боятся задавать вопросы. А в прямую, в сети, люди могут конкретно выражать свое мнение. Не важно, какое оно. Принимаются любые вопросы. Вопросы, разумеется, в большей степени касались сложившейся ситуации. Глава пояснил, что управляющими компаниями проводится дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Правда, по определенному графику. А это значит, что обработка так или иначе коснется каждой лестничной клетки. И на это потребуется время. Проезд на территорию ЗАТО сейчас осуществляется строго по административным пропускам, прописке или справке от работодателя. Работать продолжают весь комплекс жилищно-коммунального хозяйства, продовольственные магазины. И запрещено работать тем, кто указан в постановлении губернатора Мурманской области. Это делается, и надо выдержать эту ситуацию в течение ближайшего месяца, который определил президент Российской Федерации. Только для того, чтобы разорвать цепь коронавируса и не давать ему распространяться. Снежногорское автотранспортное предприятие вынуждено менять расписание маршрутов. График можно найти на сайте организации. Много вопросов, которые жители ЗАТО задали главе, касались ситуации в Белокаменке. Семен Кауров пояснил, что эта территория к Александровску не относится. Село входит в состав Кольского района. Тем не менее, необходимые меры по недопущению распространения вирусной инфекции там уже приняты. Также Кауров затронул тему дистанционного образования. Для родителей в ЗАТО даже организовали горячую линию. Ее телефоны вы видите на экране.